В качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть вопрос обложения НДФЛ, сумму возмещения убытков. Именно данный вопрос был затронут в деле индивидуальной предпринимательницы БУД Надежды Михайловны. Этот вопрос был затронут в том числе на уровне Верховного Суда, реквизиты акта вы видите. Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению и анализу акта Верховного Суда, необходимо в принципе понимать, в чем была суть спора. Дело в том, что БУД Надежды Михайловны заключила инвестиционный договор с компанией на строительство нежилого помещения, которое после строительства должно было быть передано Надежде Михайловне. При этом был некий взнос в 65 тысяч, плюс там были какие-то дополнительные платы в размере около 4 миллионов рублей. Здесь следует отметить, что БУД Надежды Михайловны при заключении договора не обладала статусом индивидуального предпринимателя, но впоследствии получила этот статус. Застройщик не исполнил свои обязательства по инвестиционному договору, то есть нежилое помещение вроде как было построено, но не передано. В связи с этим возникли споры, которые рассматривались в суде общей юридикции. И в общем-то все эти споры, они по сути дела были в пользу БУД Надежды Михайловны, и ей удалось отсудить возмещение убытков в размере 90 миллионов рублей. И здесь, конечно, вот эти суммы и соотношение сумм меня несколько смущает, потому что там общие расходы были около, может, 5, наверное, миллионов рублей, а возместить удалось около 90 миллионов рублей. То есть достаточно серьезная разница, но здесь нужно быть погруженным в дело, которое рассматривалось судами общей юрисдикции. Так или иначе, но вот эти доходы стали, вот эти 90 миллионов, они стали предметом спора. Здесь, кстати, интересно, что об этих 90 миллионах налоговый орган узнал благодаря застройщику, который подал справки 2НДФЛ о том, что БУД Надежды Михайловны получила доходы, из которых не удержан НДФЛ. Налоговый орган, проверив, по-моему, даже проведя выездную налоговую проверку, обложил всю эту сумму НДФЛ. Соответственно, предприниматель, не согласившись с этим, пошла в суд спорить. Ну, понятно, после всяких внесудебных разбирательств. Что решил суд первой инстанции? Суд, в общем-то, удовлетворил требования индивидуального предпринимателя и указал, во-первых, на то, что в главе 23 НКРФ не предусмотрен порядок обложения компенсации. При этом вот эти 90 миллионов суд первой инстанции квалифицировал как компенсацию упущенной выгоды. Так вот, поскольку, по мнению суда, в главе 23 НКРФ отсутствует правило об обложении таких доходов, во-вторых, поскольку существовала судебная практика о том, что соответствующие доходы не облагаются НДФЛ, и в третьих суд применил пункт 7 статьи 3 НКРФ, в итоге соответствующие суммы, по мнению суда, не должны облагаться НДФЛ. В суде первой инстанции на самом деле следует обратить внимание и на позицию налогового органа. Здесь следует заметить, что налоговый орган все-таки не все суммы, которые удалось БУД Надежде Михайловне отсудить у застройщика, облагал НДФЛ. Так, часть сумм, это инвестиционные вклады, еще какие-то выплаты застройщику не облагались, поскольку налоговый орган указывал, что в данном случае это реальный ущерб, который обложению не подлежит. И в этом плане налоговый орган следовал позиции Минфина, которая изложена в ряде писем. А в отношении вот этих 90 миллионов рублей налоговый орган считал, что это компенсация упущенной выгоды, и поэтому она должна облагаться НДФЛ. Запомните вот эту позицию налогового органа, поскольку это будет важно при анализе позиции Верховного суда. Здесь следует заметить, что решение суда первой инстанции было отменено апелляцией и поддержана вот эта отмена касации, поскольку было указано, что соответствующие доходы связаны с предпринимательской деятельностью индивидуального предпринимателя, а значит они должны облагаться. Ну и, во-вторых, указывалось на то, что поскольку отсутствуют какие-либо положения об освобождении таких доходов в статье 217 НКРФ, то, соответственно, такие доходы должны облагаться НДФЛ. Ну и теперь, что сказал Верховный суд? По сути дела, Верховный суд не согласился как с судом первой инстанции, так и с вышестоящими судами. Тезисно, позиция Верховного суда состоит в следующем. Во-первых, Верховный суд указал на то, что порядок обложения соответствующих доходов, то есть компенсации убытков, не установлен в главе 23 НКРФ. В этой связи необходимо при решении вопроса руководствоваться положениями статьи 41 НКРФ. Ну, в этой статье, многие знают, содержится определение дохода как экономической выгоды для налогоплательщиков. При этом Верховный суд отметил, что сам факт того, что в статье 217 НКРФ отсутствует какое-либо упоминание об освобождении соответствующих выплат доходов от НДФЛ, еще не означает, что такие доходы должны облагаться, потому что они должны соответствовать определению дохода, который содержится в статье 41 НКРФ. При разрешении такого рода споров Верховный суд указывает на то, что необходимо разделять суммы возмещения убытков на суммы возмещения реального ущерба, то есть на те суммы, которые лицо понесло, либо должно будет понести в связи с нарушениями, допущенными контрагентом. И необходимо отличать компенсацию упущенной выгоды. И если реальный ущерб обложению не подлежит, то компенсация упущенной выгоды подлежит обложению НДФЛ. То есть, как видите, по сути дела, Верховный суд воспринял правовую позицию налогового органа. Другой вопрос, что Верховный суд не уверен в том, что налоговый орган правильно квалифицировал всю сумму в 90 миллионов в качестве компенсации упущенной выгоды. Но, с другой стороны, позиция именно налогового органа была воспринята Верховным судом. Поэтому в данном случае достаточно однозначно оценивать определение Верховного суда в том плане, в пользу кого оно принято, в пользу налогоплательщика, либо налогового органа, нельзя. С одной стороны, конечно, тактически выиграл именно налогоплательщик, потому что ему удалось отменить вынесенные не в его пользу судебные акты апелляционной инстанции и касационной инстанции. С другой стороны, я полагаю, что с учетом указаний Верховного суда все-таки вот эти 90 миллионов рублей в какой-то части будут обложены НДФЛ. Иначе говоря, суд первой инстанции уже не примет решение о том, что полностью эти суммы не облагаются НДФЛ. Но в любом случае необходимо следить за этим делом, как оно будет развиваться по первой инстанции. Ну, кому интересно, могут уже посмотреть. Там очередное заседание уже назначено. В любом случае налогоплательщикам следует принять во внимание данное дело, поскольку оно важно не только для споров, которые будут рассматриваться в арбитражных судах, но также и для споров, которые будут рассматриваться в судах общей юрисдикции. Поэтому физическим лицам необходимо использовать данное дело, выводы в данном деле для правильного определения своих налоговых обязательств и для возможной защиты своих интересов. Хотя, с другой стороны, и налоговые органы смогут использовать данное дело, обосновывая свою позицию. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.